Как эти правила выполняются на деле, сегодня проверили сотрудники Госпожнадзора. Для них сейчас самая горячая пора. Итак, вплоть до окончания новогодних каникул праздновать россияне привыкли с размахом и с огоньком. В рейд вместе с инспекторами отправился и наш корреспондент Василий Иванов. В магазин на заводское шоссе сотрудники МЧС уже наведывались, поэтому персонал подготовлен. Перед камерами утверждают, нарушение исправили детям пиротехника не игрушка. Хотя народная тропа сюда уж точно не зарастет, по крайней мере, перед зимними праздниками. Детям нельзя продавать. Все берут по своим возможностям, по своим потребностям. На всякий случай выдают памятки с инструкцией и еще раз проверяют на соблюдение правил продажи. Кроме того, как оказалось, не все здесь гладко. Коробками с пиротехникой закрыт запасной выход. При пожаре магазин запросто станет ловушкой. Следующий адрес – торговая точка на улице 22-го портсъезда. Место более чем оживленное. Недалеко станция метро, рынок, жилые дома. Здесь проверку не ждали совсем. Нарушений только что, только от перечисления. Можно утомиться. Дарья работает здесь третий год подряд. Рассказывает, уже появились постоянные покупатели. И правила тоже, вроде бы, для нее не новость. Конечно, конечно. Нам как бы и сертификаты привозили. Просто я не знаю сейчас вот в связи с тем, что вот это как бы все спонтанно вышло. Еще пока не успели подвезти сертификаты. Но вот сейчас начальник подвезет. В отношении данного недоступного предпринимателя будет составлен административный протокол. И выдано предписание на устранение выемных нарушений с кратчайшими сроками по устранению. И то же самое, как и по прошлому объекту мы с вами ездили. Если наши данные нарушения не будут устранены, будем отправлять материалы в суд на приостановку данного объекта. Такие рейды МЧС планирует проводить регулярно, вплоть до окончания новогодних каникул. Василий Иванов, Олег Айдаров. Новости губернии.